Субтитры создавал DimaTorzok Мы говорим о синтаксисе в речи, используемой в диссертационных работах. Сама диссертация, цитирую по справочному пособию, характеризуется логической последовательностью. А это значит, что отдельные предложения части сложного синтаксического целого, как правило, очень тесно связаны друг с другом. Каждый последующий вытекает из предыдущего или является следующим звеном в рассказе или в рассуждениях. Конец цитаты. Текст диссертационной работы требует сложной аргументации и выявления причинно-следственных отношений. Поэтому ему свойственны сложные предложения различных видов с четкими синтаксическими связями. Цитирую по справочному пособию. Среди разнообразных сложно подчиненных словосочетаний, которые используются в диссертации, выделим следующее. Благодаря тому, что, между тем, как, потому что, учитывая, что, силу того, что. Особенно часто используются производные предлоги, такие как течение в соответствии, вследствие, в отличие от, учитывая и так далее. В научном тексте сложно подчиненные предложения встречаются чаще, нежели сложно сочиненные. Это объясняется тем, что подчиняющие конструкции отражают причинные, временные, следственные, условные и прочие подобные связи. Кроме этого, части в сложно подчиненном предложении тесно связаны между собой. Части же сложно сочиненного предложения словно нанизываются друг на друга, образуя своеобразную цепь, отдельные звенья которой имеют независимость и легко подаются перегруппировки. Безличные и неопределенно личные предложения в тексте научных работ используются при описании фактов, явлений и процессов. Именительные предложения используются в названиях разделов, подразделов и пунктов, в подписях, под рисунками и диаграммами. Письменная научная речь имеет свои стилистические особенности. Обязательным требованием объективности изложения материала является указание на источник сообщения автора, высказываем мысли или какого-то выражения. В тексте это условие можно реализовать с помощью вводных слов и словосочетаний, например, по сообщению, по данным, по мнению, по утверждению, как эту мысль выразил и так далее. Также научная речь полностью исключает эмоционально окрашенные слова и междометия. Так, например, посмотрите на следующие фразы из книги Клайва Льюиса, «Четыре любви», цитирую. «Посмотрите на неверующую семью, где кто-то обратился. Я думал, что это не новость к мы и к свету, но ошибался. Они думают, он был один из нас, стал одним из них. Да по какому праву?» Конец цитаты. Так вот, если эти фразы совершенно органично смотрятся в авторской книге, то в научной работе таких ярких субъективных выражений лучше избегать. А по требованиям к научным работам на Западе такое вообще недопустимо. Ту же мысль можно выразить следующим образом. Обращение человека к Богу часто вызывает негативную реакцию, отвержение и ненависть со стороны его родных и близких. Никаких эмоций. Эксперименты и другие результаты исследований описываются обычно с помощью причастий пассивного состояния. Например, было проанализировано 15 мест священного писания, касающихся темы безбрачия. Использование подобных синтаксических конструкций позволяет сконцентрировать внимание читателя только на самом действии. Указание на субъект действия в такого рода текстах не обязательно, а на Западе это просто запрещено. Никаких «я» там в тексте вообще не должно быть, поэтому субъект действия в академическом тексте всегда остается неопределенным. Стиль письменной речи и диссертации – это своего рода безличный монолог. Изложение обычно ведется от третьего лица, так как внимание сосредоточено на содержании и логической последовательности сообщения. Сравнительно редко используется форма местоимения первого лица единственного числа и вовсе не используется местоимение второго лица единственного числа. Авторское «я» смиряется и как бы уходит на второй план. Вместо «я» в работе используется «мы». Под этим местоимением имеется в виду не собственное мнение автора, но отражение мнения определенной группы людей, научной школы или научного направления. Допустима также форма изложения от третьего лица. Автор считает, исследователь провел следующие действия. По требованиям к академическим текстам на Западе такая форма не просто допустима, а предпочтительна в тех случаях, когда упоминание объекта невозможно избежать. Но предпочтительней вообще избегать упоминания автора. Вот как это можно делать. Приведем из справочного пособия несколько примеров речевых оборотов, которые целесообразно использовать в научной работе. В контексте данного исследования, и далее исследует текст, при таком подходе становятся понятными, не говорится кому, но в целом понятными, представленные в обобщенном и довольно сжатом виде идеи, и далее высказываются идеи, прежде чем перейти к рассмотрению, считаем целесообразным и так далее, как показывает проведенный анализ и дальше показатели анализа. Таким образом изучение и осмысление, или вот еще фраза, возвращаясь к вопросу, или другая фраза, успех этого обеспечивается тем-то и тем-то. Теоретическая основа и концептуальная платформа, и еще вот хорошая фраза, определяя качественные признаки, и вы эти признаки определяете, приходите к выводам, существенное значение в понимании понятия, или вот фраза, позиция нашего исследования совпадает с тем-то и тем-то. В результате объективного анализа, благодаря проведенному логико-историческому анализу, многогранность аспектов изучения проблемы наталкивает на такие-то мысли. Все это способствовало тому, что следует отметить и так далее. Разобравшись с речевыми оборотами, давайте теперь отметим, что, цитирую по справочному пособию, качествами, определяющими культуру научной речи, являются точность, ясность и краткость. Конец цитаты. Одно из главных условий обеспечения научной и практической значимости информации, содержащейся в тексте работы, является смысловая точность. Исходя из этого, важно тщательно подбирать слова, четко формулировать мысль и избегать лексических ошибок. Не нужно перегружать работу с запутанной книжной лексикой или иностранными словами. Например, не стоит говорить «ничего экстраординарного», когда можно сказать «ничего особенного». Не следует говорить «мультиплицировать технологии» вместо «распространять технологии» и так далее. В справочном пособии хорошо подмечено, что, цитирую, «за обилием малопонятных слов маскируется слабость или вторичность концепции. Это может насторожить рецензента. Опытный глаз легко различает грань между необходимым и чрезмерным количеством иностранных слов и терминов». Конец цитаты. Также необходимым качеством научной речи является ее ясность. Под ясностью здесь понимается умение писать доступно и доходчиво. Часто нарушение ясности изложения вызвано попыткой автора добавить работе научности. Нет смысла простым, хорошо известным предметам давать усложненные названия. Это делает текст неудобо читаемым. Однако нельзя отождествлять простоту и примитивность. Популяризация здесь оправдана в том случае, когда научная работа предназначена для массового читателя. К важным качествам научной речи относят также и краткость. Ее реализация позволяет избежать ненужных повторов, излишней детализации и словесного пустословия. Каждое слово и выражение служат одной цели. Как можно точнее и короче донести суть дела. Шершунов и Гульков в пособии «Как подготовить и защитить диссертацию» предостерегают. Небрежное отношение к тексту ухудшает его восприятие. Часто краткость текста теряется благодаря наличию в нем оборотов речи, содержащих лишние слова по типу «вернулся назад», «упал вниз», «поднялся вверх». Куда он еще может подняться? Плеонаризмы должны стать объектом лексической правки, так как культура речи не допускает их использования. Редакционной правки подлежит и тавтология, то есть повторение сказанного однокоренными словами. Например, «спросить вопрос» – это касается и предложений с однокоренными тавтологическими выражениями или однокоренными словами. Например, «сторонники этого метода объединились воедино», «наряду с достижениями был отмечен ряд недостатков» и так далее. Громоздко и неуклюже выглядят многословные словосочетания типа «в мае месяце», и так ясно, что «май» – это месяц. «Хронометраж времени» – слово «хронометраж» уже означает измерение затрат времени на что-либо. Эти и много других словосочетаний, которые не несут никакой смысловой нагрузки, как советуют Шершунов и Гулько, должны быть полностью удалены из текста работы. Итак, в этой лекции мы рассмотрели построение предложений в диссертации, а также стилистические особенности научной речи. Продолжение следует...